112 471 зрителей, 138 экскурсий в Кронштадте. Такие внушительные итоги подвели сотрудники Саровского музея военно-морской славы. В течение двух недель наши земляки представляли выставку «Адмирал Ушаков» в рамках программы главного военно-морского парада страны. Было очень интересно работать с иностранными туристами, которые, казалось бы, ну что им, Ушаков, но тем не менее, проявляли очень большого интереса. Ну а завершающий этап – это когда нашу выставку посетила очень большая группа именно военно-морских и военных атташе нашей страны, которые были специально доставлены в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде вместе с президентом нашей страны. Посетители узнали множество интересных фактов о великом полководце. Кто-то даже самостоятельно рассказывал детям моменты из его биографии, а некоторые воспринимали его портрет как икону. Один из самых популярных экспонатов – традиционно мундир Федора Ушакова. Руководитель музея Сергей Яковлев выразил благодарность администрации города и Департаменту культуры и искусства за помощь в организации и подготовке к поездке. В этом году мы выиграли один из грантов социальных проектов в рамках общественной организации СНКО. И как раз этот проект практически завершить последний этап реконструкции мундира Федора Ушакова, когда были на нее приобретены, во-первых, и помещены сшитые звезды орденов. И теперь у нас он был и так очень крутой, такого нигде нет, а сейчас просто не существует уже. То есть поставлена такая хорошая, можно сказать, культурно-историческая точка в создании вот этого мундира. Выставка Саровского музея военно-морской славы по-настоящему уникальна. Поэтому ей заинтересовались представители Государственного университета и Академии морского и речного транспорта Санкт-Петербурга. В планах включить для студентов знакомство с выставкой адмирал Ушаков в учебный процесс. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.